Я вот всегда армянам говорю, я говорю, ребята, посмотрите на карту Великой Армении и Великого Курдистана и сравните просто. Одинаковые. На одном и том же месте, да? Да, и территории одинаковые. Ровно в одно и то же время якобы существовал Великий Курдистан и Великая Армения. Как это могло быть? То есть, простите меня, оба народа обманули, натравили, когда надо, на турков, просто подделав карты. При этом даже придумывать ничего не пришлось. Пересняли с одного мифа, вы поняли, да, на другой, заменив название на курдский, допустим. Все. И ведь, обратите внимание, в 1915 году армяне сами признают, что именно курды выгоняли армян. Убивали в основном курды. Почему? Потому что курды верили, что Великий Курдистан был на этой земле. Вот и ненависть. Очень умный ход. Крайне умный ход. Об этом тоже стоит поговорить. Я тысячу раз говорил армянам. Я говорю, сравните до карты. Ну, просто посмотрите. В интернете, слава богу, они выложили. Добрый день, дорогие друзья и посетители канала. Сегодня для меня такая возможность поговорить с земляком. Позвонил буквально вчера, связался со мной уважаемый Кемран Сеидов, известный блогер, аналитик, проживающий в Баку, в Азербайджане. Добрый вечер, Кемран. Здравствуйте, дорогой Альберт. Очень рад, что мы с вами созвонились, поговорили. Я давно собирался это сделать, но, знаете, первая тема разговора, которую я собирался поднять, очень тяжелая для любой семьи, которая проживала в 70-80-е годы в Азербайджане. Это боль, которую тяжело загасить, успокоить. Она просто постоянная. Поэтому мне было тяжело. Я рад, что смог найти в себе даже силы, но вернуться в те годы. Пожалуйста, какие вопросы есть? Спасибо большое вам. На самом деле я буквально перед нашей беседой думал, что же нас объединяет, что нас делает людьми, понимающими друг друга. Это еще и боль, это еще и тот негативный опыт, то переживание, вот та реальность, с которой мы столкнулись. Мы ведь не выбирали. Мы не выбирали регион, где нам родиться. Мы не выбирали и не желали, как вам сказать, действительно, чтобы это произошло. От нас это зависело в меньшей степени. Я говорю о простых людях, да, нас с вами. Но нас поставили перед фактом. Вас, значит, в Баку, да, меня тоже в Баку. То есть и десятки тысяч, сотни тысяч наших земляков. Миллионов. Вот по идее, даже свыше миллиона. Потому что миллион... То есть я говорю и о азербайджанцах, этнических азербайджанцах, вообще всех народах, которые живут в Азербайджане, потому что это не только азербайджанцы. Конфликт прошелся по всем. Я и говорю об этнических армянах, которые вовлечены самым непосредственным, прямым образом в этот конфликт. Поэтому тема конфликта, ее нельзя игнорировать. Нельзя сегодня закрыть глаза и говорить о каком-то мире. Я против этого. То есть я против того, чтобы говорить о мире как о чем-то косметическом, как о чем-то поверхностном, о чем-то, что будет просто на бумаге. Я понимаю, что то, что было в Баку, да, вот этот интернационализм, то, что знаете вы, то, что знаю я, в чем мы жили, в чем мы родились и выросли. Я не знаю, возможно ли это восстановить вообще, вот те отношения. Поэтому сегодня это наша тема. Прошлое, настоящее, да, именно связанное с этой проблематикой, проблематикой межнационального конфликта. Я знаю, Кемран, что вы очень давно, практически с 2004 года вообще находитесь в интернете. Я в это время вам хочу сказать, что я был очень далек от этой тематики. Хотя это произошло со мной, с моей семьей в то же самое время, да, то есть это 88-90 год, да, когда мы были вынуждены покинуть Азербайджан, как и многие наши земляки. Но эта тема для меня была закрыта и как-то меня очень часто спрашивают, почему ты где-то был раньше, да. Вы знаете, вот есть какие-то моменты, которые просто кладешь на полку своего сознания, своей памяти и не обращаешься к ним, да. Не то, что их нет, не то, что они куда-то делись или испарились. Они существуют, они присутствуют. И вот этот конфликт последний, да, то есть я говорю о 44-дневной войне, в моем случае он подействовал, он стал таким триггером, понимаете. И всплыло все в памяти. Я-то понимал, как бы, ну, раскладку. И для меня все становилось яснее. Я стал обращаться к источникам. Благо, что я понимаю армянский язык. И для меня открылся, знаете, открылся такой мир, мир вот этого национализма, мир этой ксенофобии, этой ненависти. Я-то всегда знал, что это есть, это присутствует, да. Но как-то оно было, знаете, я уже не жил в Армении, то есть я не живу в Армении с 2002 года, да, я прожил 12 лет. И это пытался забыть как страшный сон. Но вдруг этот страшный сон, знаете, через интернет, через вот эти вот средства, он опять как-то вот маячит, мигает перед глазами. И ты не можешь как бы игнорировать это. Поэтому я решил начать эту деятельность, которая, в принципе, длится, ну, может быть, больше года приблизительно, да. И то я не считаю себя там каким-то блогером или каким-то специалистом. Я говорю о том, что у меня болит то, что касается меня, мой опыт и мое видение. То есть я не считаю себя каким-то, какой-то панацеей или каким-то именно в большом смысле специалистом. То есть я думаю, что в этом смысле нужна определенная скромность и знать свое место, да. Понимать, что от тебя очень мало зависит. Но тем не менее ты можешь говорить о том, что ты видел, что ты слышал, что ты понимаешь и что ты можешь донести до таких же простых людей, как мы с вами. Поэтому я очень благодарен вам, что вы откликнулись на эту возможность побеседовать, потому что мы делаем общее дело, Камран. И я очень рад, и как я понимаю, что вы хотите поделиться в моем лице с нашими земляками, это и азербайджанцы, и армяне, да все жители этого региона, Южного Кавказа. Что вы хотите сказать нам, Камран? Вначале я хочу сказать, что данная боль прошла и по нашей семье. Я говорил, что я никогда не смог бы быть националистом, нацистом и так далее, потому что я родился, во-первых, в самом мультикультурном объединяющем городе и стране, в общем-то. Азербайджан – это не только Баку, то же самое было в Ганже, то же самое было в Агдаме, то же самое было в Сумгаите до определенного момента. То есть для Азербайджана это было естественно, просто естественно. Я уж не говорю про то, сколько деревень было армянских, которые дружили с азербайджанскими селами, находящимися рядом. То есть это даже не города, это вся территория Азербайджана, она была такой. Родиться в такой среде и быть националистом – это было невозможно никак. Почему даже радикалы, которые попытались прийти к власти в Азербайджане, не смогли продержаться долго? 150 народов на 10-ти миллионное государство. Это невозможно удержаться. Они по-любому вынуждены были бы расспаться на мелкие части, уйдя от власти. Или же Азербайджана бы не стало, просто бы не стало. Но я хочу начать не с этого, я хочу рассказать о себе, о том, что я помню о тех временах, 80-е-90-е. Потому что так получилось, несмотря на то, что я родился в 1977 году, я родился и проживал в тех частях города Баку, которые так или иначе являлись, как ни странно, можно сказать, отчасти ключевыми, хотя не были так называемыми, не являлись центральными, как принято говорить. Это скачки, ипподром, это Ясамал, на Ясамале жила моя бабушка. Я вам сейчас объясню, почему я выделяю эти два места. Скачки, ипподром. Туда в 1987 году привезли первых беженцев из Кафана. Тех, у кого дети, у кого, во-первых, кто-то был в Баку, то есть у кого были родственники в Баку. Это, видимо, чтобы немножко успокоить те слухи, которые могли бы возникнуть. Ну, вроде бы они могли хотя бы как-то говорить, что они живы. Вы поняли, да, сообщать своим родственникам Баку о том, что мы живы? Ну, да, мы ушли, но мы хотя бы живые. То есть это некая попытка была властей, ну, условно сократить накал, который мог бы возникнуть. Это 1987 год. Да, 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 это 1987 год. Это Кафан, это беженцы из Кафана. Вы видели этих людей, вы видели своими глазами? Лично. Но я их видел своими глазами. Первое время вообще не пускали никого, только родственников, то есть проникать туда. Участок был закрыт, стояли люди, одетые в гражданское, но явно не гражданские, которые охраняли вход. Вот, то есть не пускали говорить с этими людьми. Просто. Первые где-то месяц-два. После этого, так как уже начались некие движения, и в Сумгаите начиналось, вы поняли, да, только начиналось. Это вот 1987, где-то ближе к 1988. Мы уже стали разрешать выходить. И вот здесь мы стали говорить с людьми. То, что они стали рассказывать, было ужасным. При том, что в Баку проживали армяне, и это слышали бакинские армяне. В частности, я помню такую соседку, как семья была, Лола и Артур, брат и сестра. Они жили этажом выше. Они оказывали помощь потом этим беженцам. Армяне. Они оказывали, будучи бакинскими армянами, помощь беженцам, которые в 1987 уже были. Была семья, которая тоже оказывала помощь. Это Артур, Альберт и Митя. Три брата. Прекрасные ребята. Я с ними дружил. Прекраснейшие. Армяне. Тоже чистые, как принято говорить. Хотя я не люблю это слово. Ненавижу. Но принято говорить, чистые армяне. Ну вот они были чистыми. Тем не менее, они помогали этим азербайджанцам, просили извинить. Они просили прощения. Интересно. Вы вдумайтесь. Они просили прощения за тех, чувствуя свою вину. Настолько была простая семья. Они не понимали, что происходит. Они говорят, когда у них спрашивали, порой они говорили на Армянском, вот эти беженцы и вот эти армяне. Ни та, ни другая сторона не говорила, о чем речь. Но они плакали оба. Никто не говорил, о чем они говорят. То есть у них шел разговор между собой о своей, видимо, боли и о своей, отчасти, вине. Вы поняли, да? Люди чувствовали вину за своих армян там, в Армении. Это мы видели, это мы наблюдали. Но среди всего этого была одна семья, когда говорят, что никто не знал о событиях. Некоторые знали, но их было мало. Очень мало. Потому что была семья с очень странным поведением. У меня, сейчас только я начинаю понимать, что они, видимо, имели отношение к армянской церкви, потому что одежда, ну, мы тогда были далеки от веры, вы поняли, да? От христианских служителей, от мусульманских служителей толком. Они одевались, как одевались бы, наверное, служителя в церкви. Значит, это было брат и сестра, сейчас помню, Магда и Бабкен. Я помню только детей. Родителей никто толком не видел, они одевались в черное, вот как в армянских церквях, вот эти черные одеяния. Очень строго. И, знаете, в их глазах всегда была брезгливость к своим же даже армянам. Брезгливость, которые дружили с азербайджанцами, вы поняли, чувствовалось негатив. То есть эти люди, они уже обладали некой ненавистью даже к своим. Вот это то, о чем я с вами, о чем я только что говорил, чистые и нечистые, вы поняли, да? Вот они относились к остальным армянам, дружащим с азербайджанцами, как к нечистым, как порочищам армянский народ. Потому что брат, вот этого брата и сестру, я не видел, чтобы они хотя бы раз говорили с остальными армянами. Ни разу они приходили домой бегом и так же бегом куда-то уходили. Ни с кем. Вот эту семью я помню. И при этом уехали они, как ни странно, перед самыми событиями. Не в Баку, еще в Сумгаите. Они просто уехали, знаете, как... Перед Сумгаитом уехали. Да, вот мы их видели и их не стало. Никто не помнил, как они продавали квартиру, вы понимаете, да? Ну, хоть кто-то бы заходил. Их просто не стало. Как это произошло, мы спрашивали потом, все-таки, когда человек исчезает вот так, мы спрашивали даже у армян, но, может быть, кто-то кому-то так говорил как-то. Никто не знал. Все говорили, куда пропали, никто не знает. Целая семья. Четыре человека. Потом был другой случай, подтверждающий, что отдельные личности могли знать. Это педагог в моей школе, это 102-я школа. Школа действительно легендарная, интересная. Директору этой школы по сей момент армяне через своих знакомых Баку приносят цветы. Человек умер, он еще учился в гимназии, один из старейших педагогов, заслуженный педагог к республике СССР Гачай Мамедович. Человек, который даже в 93-94 году заставлял многих носить красные галстуки. Вот своеобразный, как бывший, явно имеющий отношение даже к семье ханов, это видно было по его одежде, по его отношению к одежде. Он не был коммунист. Вы понимаете, вот в нем была какая-то голубая кровь, как принято говорить. Благородство, благородство какое-то. Благородство. Его и других директоров невозможно было представить рядом. Это разница была сразу, она бросалась. И тем не менее, он был коммунистом, который до конца оказался верным. Вот это коммунистическая тем не менее идея. Как это в нем сочеталось, никто не понимал. Но дело вот не в этом. Среди всех педагогов была единственная педагог в 87-м году за месяц до Сумгаита. Родители иногда вызывали, когда дети либо баловались, либо достигали каких-то успехов в школу. И вот мою маму вызвали в школу и если не ошибаюсь, Орега Тиграновна сказала, скоро вас будут резать. Так вам и надо. Это педагог. Вот эти слова до Сумгаита. До Сумгаита. Да. До Сумгаита. На следующий день ее в Баку не было. То есть она уехала. То есть сказала моей маме на эмоциях, вы поняли, да, проговорилась. На следующий день ее в Баку не было. Куда она уехала? Ни моя мама не интересовалась, потому что противные слова, вы сами понимаете, человек старается закрыть уши. Кому это интересно, куда уезжает человек, который тебе угрожает. Вот так. Моя мама Алиева Ольга Джабаровна, она на тот момент работала в МАД, Институт материнства и детства, была заведующей лабораторией. И так получилось, что в 87-м году от этого института посылали бригаду в Сумгаит, ну, когда были беженцы уже в Кафане, следить за маленькими детьми. именно за новорожденными. Она видела... То есть беженцы из Кафана были в Сумгаите тоже. Большая часть в Сумгаите, меньшая часть те, кто имели родственников хотя бы каких-то в Баку, вы поняли, да? Малая часть была в Баку, большая часть была поселена там. То есть это только те, у кого были родственники, хотя бы кто-нибудь на территории Баку. ведь многие переезжали в свое время из Армении, вы понимаете, не давали учиться в свое время, ну, как-то старались гасить. И многие азербайджанцы переезжали в Баку, оставались потом здесь жить. И вот у кого такие родственники были, вот тех Кафанцев селили в Баку, у кого в Баку уже хотя бы кто-то был. И вот знаете, моя мама, она даже хотела организовать встречу, поездку наших одноклассников туда. Не получилось, потому что не пускали опять-таки, ну, детей как можно пустить, смотреть на те ужасы, которые там были. Потому что одно дело более-менее условно зажиточные, которых привезли в Баку, вы поняли, да, это более-менее зажиточные, зажиточные, и то потерявшие все. А в Сумгаите, ну, более бедные, вы поняли, да, которым и терять было нечто. Скажите, а вот на ваш взгляд тогда, то есть вы были ребенком, много было этих людей? Я считаю, что вот в общежитии кооперативного техникума, это так, полное название вот Баку, то, что было, там было где-то, ну, человек 400, человек 400, это как минимум, это только в Баку, 400 человек, потому что вся гостиница была забита, вся. Сколько было в Сумгаите, я не знаю, но я так предполагаю, что когда говорят от 300, ну, разные числа говорят, до 3000, учитывая, что я видел 400, понятно, это только в Баку, понятно, вот он в нашем, сколько же было в Сумгаите, это вопрос большой, то есть там тоже могло быть 400-500, как минимум, то есть это уже делает тогда около по 1000 человек, если так говорить, то есть я не верю, когда говорят 300, потому что я видел 400, то есть я уже видел большую часть, только в Баку, это только в Баку, и только в одном месте, а может быть были другие места, я могу гарантировать то, где я видел, то, вот мама, мама, дай господи, ничего страшного, обязательно, мама, тогда ты садись, ничего, превратишься. Добрый вечер, добрый вечер, Ольга, как вы сказали? Сейчас секунду. Мама, сейчас секунду. Так, дорогие зрители, извините за такой сумбур, но просто человек решил тоже вспомнить. Добрый вечер вам, добрый вечер. Добрый. 400, 350, 400 с семьями, семьями жили только, ну, между нами было метров 10, в девичьем от общежития, я же говорил об этом, от кооперативного техникума, это только наш маленький пятачок, а еще были заняты, пионерские лагеря, пансионаты. Я говорю про 1987 год, нет, тогда еще не было, мама, пансионаты, это уже такое штрафе. Еще одно общежитие было, я ездила туда, это в районе метро Наримановская, там вот было какое-то общежитие, тоже не одноэтажное, а четырех... четырехэтажное, тоже жили семьи, но жили семьями, каждая комната это семья. Вот то есть это уже получается 600-700 только в Баку, это в Баку. Это 87-й год. Да, до именно сумгаидских событий. Потом, знаете, я заранее хочу попросить зрителей извиниться за немножко сумбур такой, потому что никто не ожидал, но с другой стороны это более живое общение. Конечно, конечно. Происходит то, что ты ожидаешь. Но это получается интереснее и, знаете, как, не по-журналистски, скажем так, журналисты бы этого не допустили. Мы не журналисты, слава богу. А здесь более живое общение. И вот потом, знаете, когда меня спрашивают Камран, а вот с чего все-таки начались беженцы, кто спровоцировал? Это были два события, вернее, три события, три основных события, которые предшествовали сумгаиду. Возможно, даже те армяне, которые даже не знали, но начали жестко действовать, ну, скажем так, вот, в частности, вот этот педагог, о которой шла речь, она могла догадываться, отдаленно догадываться о том, что что-то может произойти, это по высказываниям академика Дамбекяна, потому что это явная была провокация. Второй момент, это сбор подписей об отделении. 87-й год, это первая попытка, такая мощная, она могла знать об изгнании азербайджанцев из кафана и догадываться, что будет ответка, что, то есть, и плюс вот это могло, знаете, как, тоже изменить ее, даже психику, вы понимаете, когда происходит такое, и ты чувствуешь, что будет жесткая ответка со стороны Азербайджана, возникает, ты не хочешь говорить о вине своего народа в этот момент, вы понимаете, ты начинаешь заранее обижаться на противоположный народ за те жертвы, которые будут, и вот это жесткое, вы поняли, заранее высказанная фраза, это, знаете, эта фраза, чтобы не говорить о вине своего народа, а заранее, вы поняли, высказаться о вине вашего, противоположного, заранее, потому что на следующий день она уехала, на следующий день она уехала, то есть она понимала, вот я говорю, свое мнение, почему это могло быть. Педагог, который любил весь класс, у нас был многонациональный класс, и вдруг такое высказывали. Не бывает такого, я не верю. Что это просто так. Сколько вам было лет на тот момент? Это у меня было 11 лет. Почему я так говорю, что ребенок, 10-летний, 11-летний ребенок уже сталкивается с вещами, с которыми он не должен сталкиваться в этом возрасте. Слышать вещи, которые он не должен слышать. По неволе сталкиваешься. По неволе. Я к чему говорю это? Я хочу сказать о том, когда есть этот конфликт, есть человеческий момент, который почему-то игнорируется во всем этом дискурсе. О том, как калечится психика, о том, как травмируется психика людей, детей, молодых людей, как она трансформируется, даже если она не калечится, она трансформируется. Это откладывает неизгладимое впечатление, неизгладимый след в памяти, в сознании. Как можно... Почему об этом не говорят? Потому что, знаете как, люди настолько становятся жестокими от того, что происходит, им становится, ну как вам объяснить, на мой взгляд, они уже не воспринимают боль другого человека. Они отзеркаливают, вы поняли, да, чужую боль? Отзеркаливают. Не воспринимать, не воспринимать, отзеркаливают от себя. Мы не воспринимаем, мы не хотим, мы не слышим чужую боль. Вот смотрите сюда. Вот возьмем простейший пример. Уже прошла война. После 1994 года, это было где-то лет если не ошибаюсь, пять назад, была убита маленькая девочка Зохра снайпером. Даже здесь девочка, если не ошибаюсь, ей было два с половиной месяца. Убита была вместе с бабушкой. Никакой боли с той стороны, вы поняли, со стороны Армении, не было. были слова обратные, а мы бы добили, а зачем так быстро? Зачем, мол, он просто убил одним выстрелем, когда можно было помучить? Растянуть это. Да, да, были слова похуже, но я здесь не буду озвучивать, потому что там были слова связанные с, ну, скажем так, с сексуальными актами. Вот так назовем. Два с половиной месяца, девочка. Это отфутболивание. Вот то, что я говорил, не воспринимаем боль, вы поняли, да, не воспринимаем боль, просто не видим. Мы не понимаем, мы не слышим боль. Мы слышим только себя. Вы поняли? Мы слышим только себя. Мы не слышим другую сторону. Мы ее не видим, для нас ее нет, просто нет. Нету человека под названием азербайджанец. Это не человек. Просто это не человек, это что-то мертвое. Просто мертвое. Это не человек. То же самое я вот хочу сказать в отношении еврейского народа, в отношении именно подгорских евреев. Ведь Армения ни разу не извинилась за события в Кубе. Ни разу! Хотя бы одно высказывание, вы поняли, да? Сказать, Андроник был неправ. Ну, хотя бы, вы поняли, да? Вот Андроник был неправ. Нет. У меня есть родственник, фамилия Евдаев, родственник. Они живут все в Израиле. И он пишет, есть интервью его опубликовано, он говорит о своем дедушке, который был зарезан, ему было 27 лет, то есть его дедушке, и оставил, то есть мать, жена, беременная была жена, и пятеро детей еще было при этом. То есть горский еврей, Элиезр, Элиезр, то есть его зарезали Дашнаки, или я не знаю, кто вот это тут, Амазасп, вот это банды Амазаспа, горский еврей в Кубе. Мне недавно прислали фотографии могил, кладбищ, горско-еврейское кладбище в Кубе, Красная Слобода. На этот период большое количество надгробных камней, вот именно этот период, то есть получается это люди жертвы. было уничтожено, большинство было уничтожено, большинство тех, кто проживал вот тогда, на тот момент, большинство было уничтожено, и ведь неспроста на тот же момент в Баку увеличилось количество, вы поняли, горских евреев, то есть люди бежали, просто бежали в Баку, вот так спасая свою жизнь. Ведь это не просто увеличение в одно и то же время, вы поняли, в одно и то же падает, сокращается количество еврейского населения, в другом растет. То есть это люди просто, которые бежали. Знаете, ни разу я не слышал, чтобы армяне извинились, ни разу. Для них он герой, для них он все еще герой. Андроник, в частности, тот же самый генерал Андроник Одноухий, который тоже участвовал в этом же самом, он герой. попробуйте высказать обратно. Это вас назовут шизофреником в лучшем случае. Согласитесь. Конечно, конечно. Вы будете не армейны. Конечно. Это святыня, это герои, это святые, это люди со знаком плюс, однозначно плюс. То есть там никакого минуса не может быть, там никакого негатива не может быть. То есть убивать там турков, убивать азербайджанцев, убивать евреев, да, это как бы ну и шну как бы ну как бы это как издержки какие-то. Это героизм наоборот. Это наоборот проявление армянского героизма. Это наоборот уже даже так. Это самое страшное. Это героизм. Это не преступление. На моем канале есть свидетельство женщины ну этническая азербайджанка из как раз это Зангизурские, то есть Зангизурская тема. Она в 75-м году ее сын записал ее голос, то есть она уже была тогда бабушкой, взрослой женщиной. Он записал ее голос, где она свидетельствует о том, как вот эти банды Андроника убили ее мать на ее глазах, убили ее отца и сестренку, брата. То есть она видела своими глазами и за ней гнались и стреляли в нее. Она была по-моему 12-летней девочкой. То есть она это есть запись 75-го года на моем канале. Это ужас, но об этом мы с вами еще поговорим, потому что мы с вами уже обговаривали о серии видео, мы поговорим и о нацизме, антисемитизме, мы поговорим о том, как от этого в свое время от ответной ненависти излечился Израиль, хотя мог бы иметь ненависть к немцам, ко всем немцам, и излечился очень быстро. Но он сделал главный поступок, о котором мы с вами поговорим, это так, заинтриговать людей немножко, что сделал Израиль для излечения, прежде всего для излечения. Но об этом потом, в следующем видео. Здесь же я хочу, знаете, поднять тему, которая отчасти будет связана тоже с нацизмом. Я уже говорил, что я начинал информационное свое присутствие. Не с армянских радикалов, я прислал даже вам видео того самого ролика, видео крайне интересное, это было видео, где русские и армянские нацисты обсуждают другие народы, обсуждают даже иранцев, называя их грязными арийцами. Что такое грязные арийцы, это вообще непонятно, это я не понимаю, если вы уж арийцы, то среди арийцев есть тоже грязные. Простите меня, это уже с примесью, наверное, с какой-то примесью. Непонятно, не будем судить, это их дело. Дело, знаете, я начинал с русских нацистов, начинал со скинхедов, начинал с РНЕ, лимоновцев, ну и прочего мусора, которого в России было предостаточно и сейчас, к сожалению, некоторые из них прекрасно чувствуют себя на свободе, в частности, глава РНЕ живет в Москве, прекрасно, но речь не об этом. Также некоторые меня спрашивали, вот сейчас я как раз отвечу, мы с вами это говорили, обсуждали, вот как я перешел от русских националистов к армянам, вот как это происходило. Происходило крайне просто, просто я начал замечать, как некоторые русские националисты начали наезжать на своих же, которые оскорбляли армян, которые говорили, что армяне такие же, как и кавказцы, нечистые и так далее. Они начинали наезжать, что нет, армяне это аритя, армяне это наши братья. Интересно. А те начинали говорить расы, что армяне такие же чистые. Ненавижу это слово, но вынужден его произносить, что армяне такие же чистые, как и мы, и мы должны бороться со всеми остальными, поддерживать армянскую борьбу на Кавказе, греков на Балканах с нечистыми остальными. Все было интересно, и вот тут я заходя к тем самым русским националистам, начал замечать у них в комментариях особую дружбу с некоторыми представителями армянства, радикального армянства, это не имеет отношения к армянскому народу. И затем начал заходить уже на их страницы, на страницы этих армян, обращать внимание на их записи, в частности у нечистых грузин, о нечистых азербайджанцах. Интересно. Вот я начал погружаться в эту тему, начал отвечать им, но отвечал долгое время в виде комментариев. Я не пытался, вы понимаете, если говорил, то о русских нацистах. Армянам я только отвечал, не обращая особого внимания, пока я не наткнулся на то, что вы видели. Этот момент был переломный, потому что я уже понял, что происходит нечто страшное. Это какой год, я извиняюсь? Это был где-то 2010-2012, я могу ошибиться. Вот эти годы я могу ошибиться, поэтому я заранее предупреждаю, могу ошибиться. Ну, это достаточно давно, это достаточно давно. Да, 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 переговоры, видимо, шли и до этого, как вы понимаете, если уже они говорят как о дружбе, то есть это уже не первое их видео, это одно видео, которое просто кто-то записал и выбросил, вы поняли, да, вот ослушавшись приказа, выбросил. У кого-то хватило ума, вы поняли, да, что это что-то уже неверное, я думаю, что я дам ссылку на, я может быть залью его на какой-то, ну, это не будет не в Ютубе, я залью в такое место, откуда наши подписчики или зрители смогут скачать, обратите внимание, значит, будет в описании к этому видео будет ссылка на то видео или тот материал, аудиоматериал, о котором говорит Камран. Да, да. Затем, первым, с кем я встретился из таких радикальных блогеров, это был Самвел С, это его ник такой, знаю только имя, С может быть 7, не знаю кто, Самвел.С, многие его знают, кто давно находится в интернете. Человек, имевший отношение к спецслужбам, это все говорили Армении 2010-2011 года, вот те времена, почему все думали, что он имел отношение к спецслужбам, потому что уж слишком сильно вокруг него крутились все остальные блогеры, словно бы это некая сеть. Была именно сеть, и он был ключевой фигурой, при этом вещал он из Армении, то есть это не был как нынешние так называемые Асланяны, вокруг которых тоже вьются определенные армянские блогеры, нет, это был центр в Ереване. И вот знаете, когда я начал отвечать армянам, я понял самый важный момент, что за всеми этими событиями стоит мне Армения, хотя поначалу я тоже был обижен, эмоции зашкваливали всех, я был злой на Армению, а потом я начал понимать, тем более, когда начал изучать многочисленные факты, что Армения это страна, которую используют, к сожалению, и армянский народ, который идет на это, к сожалению. А какие силы? Я вам скажу, я неоднократно об этом говорил, очень хороший пример, это как раз таки события 87-88 года, да мы об этом еще будем говорить, это визит академика Гамбекяна во Францию, встреча с армянской диаспорой Франции, которая, как вы понимаете, полностью была зависима от французских спецслужб, не без этого, иначе они бы не получали бы столько преимуществ, не разрастались бы так сильно, если это было бы неугодно спецслужбам Франции. Кого надо, закрывали и очень быстро, а здесь значит была связующая некая нить. Потом, это определенные структуры в США, потому что Горбачев и Раиса в 88 году посещали Америку, ну помните историю с бриллиантами, которые потом армяне кричали в Ереване Раиса верни бриллианты от армянской Здравствует дружба армянского и советского народа. Помните эту фразу? Да, встречались именно опять-таки с армянской диаспорой в США. И тоже, ну навряд ли бы диаспоры имели такую власть в США, если бы неопределенные интересы, определенные интересы определенных кругов. Ведь обратите внимание, в Америке есть множество армянских профессоров, реальных, гениев даже по-своему, на которых не смотрят американские власти. Не заступаются, когда армянин и армянские диаспоры на них стараются воздействовать. Вы понимаете, о ком я говорю, великий армянский историк, армяновед, о судьбе которого, ну по идее, учитывая, что он написал главный учебник для США по армяноведению, по его учебникам изучает армяноведение в США, мы с вами говорили о нем, его не пускают в Армению. Вы говорите о Сюни именно, да? Да, 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 его же не пускают, его не пустят. Он создал главный учебник для США, для Америки, вы можете об этом прочитать, я вообще чуть-чуть да, 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 и Америка молчит, то есть определенным кругам, вы поняли, выгодно та ложь, которая в Армении находится, им выгодно определенным кругам, я не говорю про всю Америку, иначе труды Сюни вначале бы не признали. То есть определенным силам, только определенным силам, я здесь ничего не говорю против даже США. Потом, третий момент, 1988 год, произошло еще интересное событие, это встреча католикосов всех армян с президентом Рейганом. Да. год, интересно, о чем они говорили, никто по сей момент не знает, до конца не знает, но события, которые потом стали развиваться, говорит о том, что разговоры были конкретные. Тем более, советником Ливона Тарпетросяна в 1989 году был профессор Мичиганского института, то есть привет из США уже был. Правда, этот человек потом одумался и начал писать действительно то, за что его из Армении чуть опять-таки не выгнали, но тем не менее. Вы о ком говорите? О лепаритяне? Да. Он начал потом писать обратное, но уже было поздно. Ты вначале создал эту страшную машину, а потом говоришь, что извините, я не прав. Но это смешно. И верить, вы поняли, да, вот верить, ну, никак невозможно. Если Ливон утерпит Расян, но учитывая, что он все-таки не ученый, вы понимаете, да, ему можно хотя бы отчасти верить, то здесь ученый, человек неглупый, преподаватель Мичиганского института. Ты не мог не понимать, что ты делаешь. Политик может ошибаться. Ливон отчасти я могу понимать. Тем более с нацистами ему точно было не по дороге. Жена еврейка, петербургская и я еврейка, то есть он ну никак не мог с ними стоять рядом. Вообще удивительно, как его сделали президентом, честно говоря, вот эти же самые дашнаки, как они его прозевали. Забыли про еврейские корни его жены? Не верю. Что-то не верится. Как он смог это разыграть? Так они же его сжирали потом, сколько информации. Но вначале вот как он смог их... Это потрясающий мозг. Этот мозг еще изучать придется в Армении когда? Придется, придется, придется. Знаете, я вот скажу такую вещь, когда я хочу вернуться свое детство, ну, немножко поговорить о своих соседях, потому что некоторые говорят, Камран, а кого ты помнишь из армян? И почему ты об армянах своего детства не говоришь? Я сейчас скажу такую вещь, потому что мне больно. Потому что мне больно, что я не могу встретить своего ближайшего друга детства Жильвера. не смогу. Его нету в живых. Его нету в живых и его убили в Ереване, когда он бежал. Я не знаю, что случилось. Какой ужас. Ужас. Бакинский армянин, да, мальчик? А как фамилия его? Не знаю. У нас, знаете, у нас были такие отношения, тем более, я был ребенком, в общем-то. Он за меня просто заступался как старший. Я привык вот в Мер и Жильвер, вы понимаете, да вот какая фамилия, Господи. Интересно. То есть он был старше вас и он уехал, то есть он бежал, ему было, наверное, сколько лет? 16-17, может быть, да, к тому же? Он лет на 5-6 меня был старше, лет на 5-6. Вот, то есть да, где-то так, приблизительно. То есть он был юношей, подростком, когда он оказался в Армении. Потом я могу вспомнить да, он был юношей, назовем так, юношей. При этом, что самое, что самое ужасное, он в начале, в начале не бежал сразу в Армению, он допустил ошибку. Он должен был остаться в России. Он поехал в Россию, в Москву. В Москве он пристроился на хорошую работу, то могу сказать такую вещь, он был связан с Черниговским рынком, то есть зарабатывал приличные деньги. То ли, насколько я слышал, его пригласили родственники в Армению, он приехал, будучи не бедным, вот что самое страшное для меня, человек уже был устроен в Москве, вы понимаете, он уже устраивался в Москве. Когда он был в Москве, мы с ним еще переписывались. Он присылал письма, правда, по другим именем и фамилии менял, от соседа, но присылал, я понимал, о ком шла речь. А потом поехать в Армению и быть убитым. Это страшно. А вы знаете подробности, почему его убили, как его убили? Знаете, я скажу, по сей момент я не знаю, я спрашивал, кто знал его и меня. Знаете, когда я первое время не находил ответа, я потом не стал, вы поняли, рыться, потому что... Ну, в общем, лишили жизни человека и убили, его нет. И последнее, о чем хотелось бы сказать, вот это, обращаясь к тем армянам, которые говорят, что я какой-то особый националист, именно по отношению к армянам. Мы с вами говорили, я вам говорил о том, что эта боль коснулась и лично нашей семьи. нет, я не армянин, хотя, знаете, если я бы родился армянином, я был бы армянином, я бы не скрывал бы этого, вот для меня нация, нету плохой нации, есть плохие люди, плохие представители, но, тем не менее, то, что происходило, коснулось нашей семьи. У меня есть брат, по отцу мы братья, отец был несколько раз женат, ну, такой был, своеобразный человек, и он наполовину армянин, по матери он армянин, по отцу азербайджанец. Для того, чтобы не участвовать в братоубийственной войне, он уехал и служил на границе с Китаем. чтобы никто не мог найти. Он уехал в такую даль, я вам скажу такую вещь, первое время, долгие годы мы переписывались, имели хоть какую-то связь, потом он, последнее, кстати, письмо из-за многочисленных переездов, которые у меня были, оно не сохранилось, но я могу сказать, там были слова такие, что мне больно писать вам. вот то есть ему больно вспоминать, вы поняли, да, он написал, он говорит, я больше писать не могу. Ему уже было больно все это вспоминать заново, каждый раз писав адрес Баку, для него это уже была боль. А сколько таких семей, сколько таких людей, мужчин, женщин, у которых есть, даже в моей семье, да, у меня, то есть наши родственники, они азербайджанцы, у кого бабушка, у кого мама армянка, да, то есть они живут как бы в Баку, то есть сколько таких людей, и я знаю, что даже есть, у меня, например, даже есть знакомые определенные, которые мне звонят и говорят, например, у нас там сосед армянин, соседка армянка, соседи есть, семья армянская, живут в Баку, я просто переспрашиваю, вы знаете, людей, и они мне подтверждают, говорят, да, да, мы знаем, вот, прямо буквально там через дом мы общаемся, то есть люди мне, и не один человек это мне говорит, бакинцы, я говорю о бакинцах, то есть представить такое, например, в Ереване, чтобы кто-то говорил, что вот у меня там рядом сосед азербайджанец, который никуда не уехал и живет там, или азербайджанская семья у меня живет там, это и нормально, мы общаемся, и все знают, вот как в этом случае мне говорят, все знают, что они армяне. Да? А я вам скажу такую вещь, вот давайте эту тему, кстати, интересную вы подняли, ведь не считают тех армян, которые просто пересидели конец восьмидесятых, начало девяностых, были кто просто пересидел, ну, у родственников, у знакомых и так далее. Были армяне, которые ведь вернулись, это вот девяносто, после конца девяносто третьего, уже девяносто четвертый год, приезжали продавать квартиры, а для того, чтобы продавать, то есть они заходили в государственные учреждения и к этому относились нормально, вот элементарный пример отношения к армянам в Азербайджане, хотя война только что закончилась, но война не заканчивалась, закончилась стрельба, только-только, армяне приезжали, продавали квартиры. Вот простой пример, который разрушает любую армянскую ложь и ересь, вот армянскую имеется в виду не простых армян, а тех, кто лжет. Идеология, да, так же же тогда армяне могли приезжать и продавать квартиры в Азербайджан, их никто не трогал, и ведь они же приезжали не на один день, ведь продажа квартир, оформление и так далее, это месяц, два, три, четыре, пока не найдешь. Как же так? А некоторые, скорее всего, даже и оставались, почему нет? Если их здесь квартиры, и если они видели, что к ним относятся нормально, зачем им уезжать обратно, тем более они уже видели, уже успели прочувствовать на себе понятие беженец, зачем? А здесь квартира, здесь их жилье, вот оно. Конечно же, некоторые, я полагаю так, что, конечно же, оставались после приезда второго, вы поняли, да, вот заедут. Зачем им тогда ехать? Не за чем? Приведу банальные примеры. Вот когда говорят об отношении армян к армянам, та же самая армянка в Гянже, которую ранили, она же жила во время 44-дневной войны. Жила прекрасно, при этом она не сменила даже окончание фамилии. И все знали, выходит, кто она. И она жила себе спокойно, своей простой жизнью, скорее всего, работала, получала уже, скорее всего, даже пенсию. Нормально. Она жила своей жизнью, пока не попал в снаряд. Снаряд с той стороны. Потом приведу другой пример. Ведь азербайджанская сторона могла бы очень жестко надавить на сестру одного из министров обороны Армении. Все знают этот факт. Никто не стал, а могли бы. И ой, как сколько данных могли бы получить из самого же министра. Не стали, потому что она же ни в чем не виновата. В чем она виновата? В том, что она когда-то вышла замуж за азербайджанцем и решила остаться, она в этом не виновата. Никто, потому что, знаете, нету плохой нации, есть плохие люди. Поэтому как она могла отвечать за своих сопредельных в кавычках товарищей. Другой пример тоже он немножко такой своеобразный, но тем не менее. Я вернее два примера скажу. В азербайджанской армии в 2012 году проходил военную подготовку, проходил военную службу мой друг, и он мне сообщил такую странную вещь, что в Генже служил прапорщиком на тот момент, но немолодой человек армянской национальности в азербайджанской армии. Я когда спросил, я подумал, что человек немножко прапорщик в азербайджанской армии армянин, и все знают? Он говорит, да. Я не понял, как это может быть. Он говорит, Камран, и он мне привел пример, вот тогда он говорит, а как в Баку может жить спокойно жена министра обороны. Так же может и прапорщик служить. Нормально. Он просто доказал, что он не выступал против своего народа, он выступал в Карабахе против тех, кто его чуть не сделали, вы поняли, виноватым во всем. Он не выступал против народа, он выступал против идеологии, которой страдает народ. Я всегда привожу такой пример. нацистская Германия. А ведь были немцы, которые были не согласны. Конечно. И подрывали военные поезда с немцами же, но которые поддерживали нацист. Антифашисты, антифашистское движение. Они убивали своих же немцев, но они убивали тех, кто заражал их народ вот этой коричневой чумой. Вроде бы предатели, вроде бы убийцы, но на самом деле, а что делать? Оставлять в народе чуму, которая все равно погубит. Вы поняли, да? Или уничтожить эту чуму на корню и избавить народ. Выбор тяжелый. Каждый выбирает свое в этот момент. Одному тяжело, вы поняли, да? Он чувствует себя предателем, другой говорит, я не хочу это коричневую пятном видеть на теле моей страны, на теле моего народа. Правильно? Согласитесь. К сожалению, в армянском обществе, понимаете, немножко по-другому оно устроено. Там не принято выносить ссор из избы, есть какая-то коллективная такая спайка, ну, я не знаю, если можно назвать спайкой, что когда есть внешний враг, то любые какие-то вещи воспринимаются как-то, именно с этой позиции это очень сложно. И, к сожалению, у немцев, о которых вы говорите, хватило ума, хватило интеллекта, хватило осознанности, осознанности прежде всего, вот этой смелости противостать большинству, противостать большинству, причем активно, рискуя своей жизнью, многие теряли жизни, то есть это наказывалось свою семью, рискуя своими близкими, детьми, семьями, они ставили все на ком, просто все, не только свою жизнь, свою жизнь это можно поставить, а вот ребенка, маленького, это намного страшнее, и ты ставишь, ты потому что понимаешь, что будущее важнее, будущее, для этого же ребенка, чтобы этот ребенок не рос потом, вы поняли, под этим ужасом, кошмар, кошмар, кошмар какой-то просто, кошмар. мы с вами поговорим об излечении, о том, как это делалось, я уже говорил об этом, это будет отдельное видео, знаете, давайте уже постепенно, пока, для первого видео, мы и так поговорили обо всем, раскрыли все, все то, о чем планировали, потому что я не хочу, чтобы мы путали потом остальные темы, вы поняли, чтобы не происходило каши в голове у зрителей, конечно, поэтому, пожалуй, сейчас мы будем закругляться, но я хочу сказать, дорогие друзья, вот, прежде всего, я хочу обратиться к армянам, именно к армянам, нам, как человек, который не имеет к ним никакого, никакой антипатии, никакой ненависти, знаете, когда я критикую вас, я не говорю, что я, скажем так, отношусь к вам плохо, мне, ведь от этих же радикалов, прежде всего, страдает ваш же народ, вы разрушаете свои семьи, вы отталкиваете элементарно своих же армян, которых считаете полукровками, нечистыми, вы отталкиваете часть народа, и когда вы говорите, почему нас так мало, нас, армян, а может быть, потому что вы их уже оттолкнули, вы же не считаете наполовину азербайджанца, наполовину армянина за чистого армянина, за человека, который может представлять ваш народ, или наполовину еврея, наполовину армянина, вам эти люди не нужны, просто не нужны, вам даже не нужны свои же армяне, которые проживают, которые родились на других территориях, вы отталкиваете их, ну, тогда чему удивляетесь, скоро армянский народ может просто самоликвидироваться, при этом никто вас уничтожать не будет, вы сами ликвидируетесь, к сожалению, и вот я представляю, какую боль испытывает Альберт именно в связи с этим, что народ может, к которому он имеет отношение, просто исчезнет, но не было народа, целого народа, я представляю, какую боль вы чувствуете, это ужас, потому что я не представляю, что было бы со мной. Я хочу сказать, вот то, что вы говорите сейчас, да, в этой связи очень злободневная тема, буквально вчера я проснулся и увидел в новостях, что умер Армен Григориан, КВНщик, и я прочитал, значит, ну, я знал его, то есть, я делал даже одно обращение к нему, у меня есть на канале в самом начале моего, моей вот этого деятельности, да, если можно так сказать, называется видео «История одного города», «История одного города», это практически первое или второе моё видео на моём канале, я обращаюсь именно к Армену в этом видео, то есть, этот человек, заражённый национализмом, хотя он был жителем, как бы, России, да, гражданином России, но он был заражён национализмом, проживал в Ереване вот это последнее время, да, и его два месяца назад поймали, за что, за то, что он, то есть, его посадили, его судили, за то, что он в очень грубой форме назвал жителей какой-то области Армении «туркиятым», это «ятымы» от турков, то есть, дети незаконорождённые, дети турков, то есть, они нечистые армяне, потому что они лояльны, там, Пашиняну и так далее, да, то есть, они нечистые армяне и очень грубо. Вы знаете, что Севан Азербайджанский, по их версии, и он называется Гюйчан, что Сюник это Зангизур, что Ереван то Ирован, я не знаю, как мы везде, та сторона Зангибасар, было одно ещё на букву «Б» «Басаргичаш». А Веды интересно, как по-турецки? Прошу, пожалуйста, пока я в эфире, узнай, пожалуйста, как по-турецки Веды. Я хочу им объяснить этим 52.6% етымов и детям турок, что их предков точно турки, потому что даже до сих пор они как выбирают, всегда выбирают турка. У меня вопрос, для кого это новость? Что население Армении, по крайней мере, его половина, по крайней мере, его 50%, это зависит от области. Это турецкие етымы, рождённые от турок етымы, поэтому они почитают Никола и Никола выбирают. Мы знаем конкретную цифру, 52.6% етымы от турок. А что ещё? То есть, эти люди отреагировали, пожаловались на него. И вот фактически такой прецедент, первое такое следственное дело, или суд, или осуждение, когда человека по ксенофобии, по призывам каким-то националистическим арестовывают и судят его. И он умер фактически во время суда, то есть, это видео. То есть, о чём я говорю? Я делал видео вот только что перед этим, перед вашим разговором, перед нашим с вами разговором я делал видео. То есть, это актуальная тема, это не просто это, то есть, понимаете, сам вот этот дискурс, да, он привычен в этом обществе, кого-то назвать туркиятым, там, или шуртвац, или, там, нечистый, там, вот как вы говорите, нечистый армянин, там, то есть, это, это общество находится в какой-то патологии, в каком-то, то есть, вы же сами это видите, вы видели, как этот человек умер во время суда. И вот сегодня буквально мне прислала женщина, там, митинг дошнаков, вот сегодня это было, митинг, три часа идёт этот митинг, и выступает его адвокат, который стоял рядом с ним, ну, на армянском языке, он говорит, значит, он говорит, что нету таких дел и никогда не было, чтобы кто-то за что-то там эмоционально он сказал, вот, с сегодняшнего дня начните эти дела, начните, отлавливайте этих людей, которые позволяют себе публично унижать, например, армян, или представителей других народов, этнических евреев, у меня вот буквально сегодня я выложил на канале, где оскорбляется еврейский народ самым гнусным, подлым образом антисемитское, российское высказывание, люди выходят на каналы телевидения и говорят об этом на армянском языке, выкладывают, не стесняются обсуждать это, говорить об этом открыто, унижать другой народ, другую нацию, другой этнос, унижать своих же, то есть этот дискурс должен прекратиться, этот разговор вообще, этот лексикон надо заканчивать, заворать, останавливать, все, это должно наказываться уголовно, уголовно преследоваться, любое проявление ксенофобии, может быть, таким образом, это первый шаг такой деноцификации этого общества, конечно, это отдельная тема, но то, что вы говорите, это очень важно. Мы с вами еще об этом поговорим, в частности, мы с вами уже говорили о памятнике НашДы, но не будем пока говорить, что именно, мы подняли эту тему, мы и даже попытаемся собрать, может быть, даже подписи, вы поняли, людей, которые согласны на это, пускай имена даже не пишут, вы поняли, в Армении, обратиться именно к армянам, это важнее, потому что, если большинство поддержит, то это будет, это будет первое лекарство к самоисцелению организма армянского государства, нужно собрать именно подписи, петицию, вы поняли, да, вот именно петицию даже, по тому плану, о котором мы озвучим в следующий раз обязательно. я надеюсь, я надеюсь, у нас будут еще, да, 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 еще будут, мы поэтому с вами пару раз намекали на темы, ребята, не пропустите, это все будет, будет очень много интересных тем, потом, я вам скажу такую вещь, мы поговорим с вами и о тех планах касательно борьбы с нацистом, это мы с вами тоже обсуждали о методах борьбы, это реально сделать, вполне реально, мы поговорим об этом, ну а сейчас, пожалуй, мы с вами закончим данное видео, хочу пожелать всем людям, для которых нацизм это яд, который нельзя воспринимать нормально, разве что с отвращением и аллергическими реакцией организма, я хочу пожелать вам мирного неба, я хочу пожелать вам, чтобы ваши близкие и родные были всегда рядом с вами и никогда не огорчали вас, никогда, и главное, чтобы никто из родных не заразился коричневой чумой, потому что это самое страшное, когда близкий заболевает, это самое страшное, это страшнее, по-моему, любого горя, потому что излечиться тяжело, а близкий страдает, это чума, настоящая чума, дорогие друзья, поэтому я пожелаю, чтобы никто не заболел, ни в одной семье, от этого, потому что от всего можно сейчас излечиться, от этого ты уже не излечишься, оно съест, доест тебя до конца, оно убивает душу, убивает личность, убивает, поэтому а летиться крайне тяжело, единицы кому удавалось, об этом мы тоже поговорим, потому что у меня было два успеха в отношении закрытия двух группировок, русских группировок, но это крайне тяжело, именно через интернет, интересно, очень тяжело, но удалось достучаться, это кстати вот о полукровках, речь пойдет о полукровках, в следующий раз я расскажу, как это делать. Спасибо вам, спасибо вам, уважаемый Кемран, за такую вот беседу, очень интересно, мне в частности, я думаю, что в моем лице и наши подписчики, да, и тот, кто смотрит, зрители, армяне, азербайджанцы, вообще все, кого интересует эта тема, откликайтесь, пишите комментарии, подписывайтесь, пожалуйста, на канал уважаемого Кемрана, в описании к ролику будет ссылка на его канал, поддерживайте его, лайками, конечно, и будем продолжать делать то, что, сколько Бог нам даст жизни. вот то же самое я хочу сказать, чтобы мои зрители в различных соцсетях подписывались на канал Альберта Исакова обязательно, потому что мы должны быть все вместе, правду должны знать все, а не только единицы, кому дозволено. Как-то так, дорогие друзья, ну, об остальном, о всех остальных планах мы еще поговорим, планов много, но об этом в следующий раз. Всем до свидания, всем удачи, всегда ваши Кемран Сеидов и Альберт Исаков. Всего доброго, всего доброго, до свидания, до свидания, всего хорошего. Удачи. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.